Самая популярная антивоенная статья, по которой привлекают к суду российских граждан, так называемая дискредитация российской армии. Людей преследуют за высказывания в социальных сетях антивоенные плакаты и флешмобы. Дискредитации могут шесть буквально что угодно. Одно слово «мир» или даже чистый лист бумаги. И для того, чтобы обосновать протоколы, правоохранители привлекают специалистов. «Такого рода экспертизы, они стали стандартным инструментом карательного политического правосудия и вообще уголовных репрессий политически мотивированных. Там, где речь идет о высказывании, там практически всегда осуществляется экспертиза, и специально обученные эксперты, зависимые, естественно, от следствия и от обвинения. Они находят, что в конкретных высказываниях человека есть нечто подпадающее по своим формулировкам, как излагают эксперты, под состав преступления, предусмотренного конкретной статьей Уголовного кодекса». Одно из антивоенных дел, ключевыми свидетелями, по которому проходят эксперты-лингвисты, рассматривается с 2022 года Петербургским судом. Художница Александра Скочеленко сменила ценники в супермаркете на антивоенные наклейки. Сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лингвистическую экспертизу по запросу следователей проводили специалисты Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета. «До последнего времени, до начала этого года, по крайней мере, теоретически, была возможность обратиться к какому-то независимому эксперту, который мог предоставить свое альтернативное экспертное заключение. Но с начала этого года, по восстановлению правительства, было установлено, что такого рода экспертизы могут проводить только эксперты, работающие в государственных учреждениях. А, конечно, в государственных учреждениях никаких независимых экспертов, которые могли бы честно проанализировать высказывания, нет». Еще одна популярная статья, по которой в Российской Федерации привлекают все больше граждан – самовольное оставление воинской части. Год назад Госдума ужесточила наказание за это преступление. С тех пор гарнизонные суды рассмотрели более трех тысяч дел в отношении сбежавших военнослужащих. Лидеры среди регионов по числу рассмотренных дел о самовольном оставлении частей – Московская и Ростовская области. «В Ростовской области порядка 40 частей, и это практически приграничная территория, поэтому там довольно много сразу на месте рассматривается дел. Ну и все дела с оккупированных территорий, они переводятся тоже на территорию России, попадают в Ростовскую и Московскую области для того, чтобы там они рассматривались. За последнее время, да, мы в нашем проекте «Дети лесом» наблюдаем увеличение количества таких дел, потому что к нам обращаются люди, которые хотят дезертировать из армии России, которые не хотят служить, не хотят убивать». Главная причина побега военнослужащих – страх погибнуть на войне против Украины и нежелание воевать, говорят правозащитники. Но в суде военные чаще всего ссылаются на другие причины. «Люди боятся, что это усложнит их дело, что ему добавят еще статью о дискредитации армии или какую-то подобную статью. Поэтому все ссылаются на невозможность служить по каким-то другим обстоятельствам и никогда не упоминают свою антивоенную позицию, потому что просто это увеличит срок их пребывания уже в тюрьме». С начала 2023 года суды Южного военного округа рассмотрели уже десятки дел в отношении солдат, которые покинули часть из-за отказа воевать против Украины. Если раньше за это часто наказывали уголовным сроком, то теперь мобилизуются контрактники отправляются в колонию на 5-6 лет. Правозащитники отмечают, ключевая задача подобных жестких приговоров – запугать остальных, чтобы военнослужащие даже не думали отказываться от участия в войне против Украины.